всем привет здравствуйте здравствуйте мои хорошие как ваши дела привет привет ну что сегодня приготовим мясо я уже подготовила противень накрыла его специальным вот таким покрытием купила в к маркете вырезала под размер противня и теперь у меня еда пригорать точно не будет ставим пока здесь надеюсь вам все видно а теперь я покажу что я буду готовить вот я нарезал вот такие кусочки ровные говядины она слегка подморожена для того чтобы она держала форму и не расползалась вот эти кусочки берут тендерайзер знаете да что такое тендерайзер это вот когда после нажатия вот такие вот шипы вылезают это вместо отбивного молоточка очень удобная вещица потому что получается что мясо очень нежно и пропитывается начинкой маринадом маринада как такового у нас не будет я беру свою любимую вкусную соль которую покупаю везде где только придется где увижу там покупаю люблю соль с чесноком и травами но если попадается какая-то другая там 7 трав тоже беру и так вот я посыпаю мясо и с этой же стороны перчик французские травы и орегано привет 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 французские травы и орегано теперь я беру тендерайзер посмотрите и делаю вот так сейчас я вам покажу этот кусочек и вы поймете почему тендерайзер мне нравится больше чем отбивной молоток из-за того что мясо подморожено немного кусочек не расползается не рвется и получается вот такая вот форма здесь вот все в дырочку то есть все что здесь есть перчик соль травки она все уже внутри не забывайте что нам это нужно запечатать для этого мы берем оливковое масло я открыла новенькое оливковое масло сейчас возьму обычную тарелочку можно взять немного масла налила вот так прям совсем чуть-чуть и и теперь я беру кисточку и запечатываю мясо для того чтобы она у нас не отдал у сок сок будет внутри мясо будет очень ароматное и вкусное сейчас я покажу вам как это выглядит вот посмотрите видите сок внутри мы его запечатали сейчас мы с вами с этой стороны тоже сделаем берем тендерайзер и прокалываю супер получается можно даже вот так вот все запечатали маслом и уложили на противень выглядит это вот так теперь следующий следующий кусочек в таком же порядке только я уже не так подробно буду вам объяснять потому что вы уже все это увидели значит что мы делаем посолили с двух сторон давайте возьмем такую мельничку так будет удобнее да поперчили с двух сторон теперь тендерайзером поработали видите кусочек становится чуть побольше развернули еще раз вот так и еще раз если это рыбка то я очень люблю добавлять лимонный перец это такая приправа замечательная для рыбы креветок и вообще для всего морского я просто без нее вообще не готовлю рыбу но сегодня кстати рыба на луковой подушке с лимонным перчиком чесночно сливочной заливки тоже будет у нас на столе поэтому мы готовим и мясо и рыбку поскольку в гости ожидается сегодня не только моя подруга а скорее всего еще и сын подъедет так что сын у меня очень любит мясо по-французски очень поэтому мы сегодня сделаем и мясо по-французски в том числе так то у меня здесь запросы посылает постоянно так давайте посолили с травками вместе вот эта соль это находка просто здесь сразу и сушеные травки и чесночок и не нужно не запариваться здесь все есть вот теперь перчик отлично а теперь тендерайзер вход и так масло да забыла сейчас делаю сейчас делаю думаю чего не хватает когда готовишь прямом эфире все равно какое-то небольшое волнение присутствует как ни крути и поэтому может что-то пропустить поэтому спасибо вам огромное то что вы мне подсказываете итак запечатали если вы не запечатаете вот через эти отверстия весь сок мясной он вытечет наружу у вас будет полная духовка просто сока мясного вам это не нужно нам нужно чтобы сок сохранился внутри и мясо было не сухим поскольку это говядина а сочным мягким и сочным поэтому мы смазываем и запечатываем мясо маслица так сейчас еще еще раз смотрите посолили это соль сразу с чесночком травками так что отлично поперчили теперь берем тендерайзер и начинаем отбивать это лучше чем отбивной молоток потому что прокалываются волокна мяса от этого она становится гораздо нежнее и пропитывается очень хорошо любым маринадом либо вот как я делаю посыпку поэтому смотрите как хорошо прокололи мясо слегка подморожено она не мороженое слегка подморожено поэтому его очень удобно готовить именно в таком состоянии когда делаешь мясо по-французски и так смазываем тоже масло запечатываем и укладываем следующий кусочек и так отлично так перчик и тендерайзер вам нужно поправиться ну да может быть и нужно может быть может быть пока не получается переезд хлопоты нервы сами понимаете не так то все просто это кажется вроде я улыбаюсь но я просто человек такой позитивный да но по сути знаете вчера мне вечером уже даже ближе к ночь я написала одна из моих подписчиц но сейчас она уже не моя подписчица она в блоке я пыталась пыталась не блокировать ее потому что думала ну мало ли может человек настроение плохое и так далее отвечала ей достаточно шутливо спокойно но оскорбление которые летели в мой адрес в директ ну как бы перешли уже все грани я ее просто заблокировала вот потому что там что-то было там женщина моего возраста а вроде как и семья есть и дочка и муж на фотографиях я зашла посмотрела нормальная вроде женщина но она мне пишет как ты достала как ты надоела да ты дура ты дура 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 вот вот типа такого я просто в шоке была я ей говорю спасибо большое за комплименты хорошо пусть я буду дура дальше что рекламщица фу я захожу на ее страницу у нее последняя публикация участвую в конкурсе хочу выиграть постельное белье ну как бы это тоже реклама если вы не знаете да то когда просят вас сделать репост это своего образа своего рода тоже реклама то есть человек делает рекламу аккаунту постельного белья меня обвиняет в рекламе и пишет что я дура и что я надоела я пишу зачем тогда вы подписываетесь если я дура и надоела на что полетели опять оскорбления ну я просто заблокировала уже думаю чего я буду на нее время тратить свою я думала что у нее там немножечко хотя бы что то есть в голове получилось что ничего вот поэтому больше она уже не не является моим моей подписчицы но сам факт просто мне вот просто удивительно ты зачем меня оскорбляешь вот вот зачем какой смысл в оскорблениях это это живут твое внутренние это то что ты несчастна что ли получается вроде семья есть а все равно вот смотрит и несчастны от того что она видит это же не умение радоваться за других там и так далее но ведь не за каждой картинкой где человек улыбается не за каждой картинкой все дается на тарелочке с голубой каемочкой хотя у меня такая тарелочка есть вот олечка мне дала на первое время пока я коробки не не раскрыла вот с голубой каемочкой так что вот пришлось удалить ну что делать это же как больной зуб ты его лечишь лечишь пока там кариес но если уже не поддается и уже корень загнил приходится удалять вот так же и здесь так что я просто хотела к вам ко всем обратиться даже если там человек вам не нравится или еще что то это абсолютно не повод для того чтобы начать писать ему в личные сообщения оскорбление зачем не нравится удалитесь и все это же это так просто нажал на кнопочку отписаться и человек вас больше не раздражает правильно правильно вот рассказала тоже хочется поделиться потому что ну это инстаграм это такая инста жизнь своеобразная где много чего происходит знаете такой маленький мир так ну что продолжаем ну вот разволновалась тендерайзер не взяла он взяла то есть не посолить так сейчас посолили поперчили теперь уже тендерайзер вот видите подтаивает уже начинает вот она расползаться поэтому все таки для меня лично очень удобно когда мясо слегка подморожено тогда он хорошо держит форму так давайте помажем запечатаем мясо и отправим вот уже сюда супер получается отлично так а вот этот кусочек я хотела бы приготовить и на гриль сковороде и протестировать гриль сковороду которую не надо смазывать маслом если вы помните я уже вам жаловалась то что я приехала сюда с кучей посуды своей а посуда половина не подходит к этой плите потому что это индукционная плита поэтому я заказала себе другую посуду сейчас буду тестировать вот давайте попробуем пожарить кусочек мяса на этой посуде прям даже интересно так ну что там у вас происходит да квартира хорошая кухня тоже мне нравится сегодня ко мне в гости приходила бывшая хозяйка этой квартиры у которой мы купили квартиру не знаю видели вы в сторис или нет ее зовут Алина она визажист вот так вот случайно познакомились я ее попросила сделать мэйк вот она не сделала мэйк так что посмотрите если интересно ваш муж хочет есть что не поняла что в смысле хочет есть он вам написал или позвонил что он кушать хочет мой муж сейчас разбирает коробки готовит мне вернее к разбору по списку выбирает коробки где посуда для того чтобы я заполнила так я вот отложу в стороночку это мы будем жарить на гриль сковороде вот так что у нас теперь это я сделала сейчас помидорчики возьмем посмотрите какие помидоры замечательные просто просто супер сейчас мы эти помидорчики будем укладывать сюда 2 кабачка небольших капуста брокколи лук сметана термостат на потому что мы не будем использовать майонез так сейчас у нас дело за зал луком нам нужно уложить лук для этого мы его почистим я кстати себе поставила ведро выезжающие мусорные так удобно в икее купила очень классно прямо ногой раз и все и у тебя такая тележечка выезжает правда из того что раковина встроенная пришлось покупать небольшие ведра но с другой стороны может быть и хорошо по крайней мере можно делить мусор у меня здесь два ведра на одной тележки можно поделить мусор на органику не органику правильно на кухню хочет зайти сейчас может он спросить что-то хочет я просто даже не видела представить какие у меня глаза спрошу мне здесь нет нет юра не кушать хочет юра потерял тетрадку и меня хотел спросить где она так нарезаем лук кольцами кольца не должны быть слишком тонкими и слишком толстыми я сейчас начну чихать потому что я на перец всегда я делаю одинаково у меня аллергия на перец и начинают чихать вот смотрите я даже его не разбираю то есть вот так вот прям в ладу сейчас покажу как это выглядит надеюсь что мне хватит одной луковички наши такие острые что я уже порезалась несколько раз причем такие порезы вот на мизинчики порез очень плохо заживает кстати вот так что аккуратнее надо с ножами так лаврик нельзя я тебе сейчас хулиган так вот алина в этом районе живет уже больше двух лет она много чего знает у нее тоже есть собака я у уточнила сейчас где можно собак там ухаживать за собаками зубки им чистить коготки стричь правильно и так далее так что в ближайшее время повезу своих пупсиков к профессионалам ой какая красота то выходит сейчас я покажу так сейчас покажу мои хорошие посмотрите вот так вот примерно получается то есть на решеточке выкладывается мясо оно запечатано маслом со специями и сверху выкладываются луковые кольца дальше мне одной кажется что большинство ваших подписчиков неадекватные люди я так не думаю может просто не знаю у меня очень много хороших подписчиков очень но хочется вот прям настолько обратить на себя внимание очень сильно что они много раз пишут потому что достойные люди достойные подписчики они так себя не ведут нагло они могут написать там допустим какие-то приятные вещи и все а вот неадекватные как раз они вот такие неадекватные на то и неадекватные что они постоянно поэтому не заполняет собой пространство просто понимаете вот и все все просто так теперь мы делаем кабачок нарезаем вот такими бочонками и выкладываем хаотично как вам нравится так и выкладывайте мне зайти когда порой смотрю комментарии до которые пишут в эфире у меня такое ощущение что некоторые люди считают что они о моих животных позаботятся и больше переживаю чем я сама понимаете то есть насколько либо вот другой вариант скорее всего еще и другой вариант что хочется к чему-то придраться а не к чему и вот тогда начинается а где ваша собака а где ваш котик как будто знаете хочется вот в чем-то хотя бы человека обличить вот сделать из него вот прям вот монстра потому что ну нельзя же быть такой хорошей и хозяйка то нормальная и мать хорошая хотя пытались из меня сделать монстра какого-то и бабушка вроде ничего тоже пытались монстра сделать не получилось ага муж в подвале в доме сидит живет в подвале держит его на цепи то есть никого не 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 это не смущало то что человек работает и на таком предприятии уважаем никого это не смущал нет он сидит на цепи потому что вот она такая змея ну хорошо я змея переехали в квартиру где теперь живет мой муж подвала нет что теперь придумают хейтеры для того чтобы сделать из меня какую-то какого-то монстра вот мне прям даже интересно на что теперь вот эта фантазия способна что скажете так сейчас покажу что получается спасибо что вы есть так срезаем папочку и нарезаем вот такими кружочками также как и лук и укладываем сверху просто вот прям по луковым кольцам идем вот так же точно сейчас все покажу красота получается уже прям красиво хочется прям вот показать максимально чтобы вам было видно но далековато я пока еще привыкаю к новой кухне к новой локации чтобы вести эфир кулинарные отсюда если вы помните когда многие писали там когда когда эфире берем ну потерпите чуть-чуть но скоро скоро но просто достаточно тяжелое было время и продажи и переезда и собрать дом 600 квадратных метров это не этого мне шуточки поэтому было тяжеловато но сейчас вот мы уже переехали сейчас попроще поэтому я буду почаще выходить в эфиры к вам и готовить вкуснятингу надеюсь вам это понравится нам еще надо будет с вами разработать новогоднее меню такое чтобы не поправиться чтобы не было плохо с животом на первое января поэтому будем еще и новогоднее меню тоже готовить заранее репетицию сделаем да кто за то чтобы приготовить новогоднее меню сейчас покажу красоту посмотрите вот все готово сейчас вот еще чуть-чуть доложу чтобы было прям идеально сочное мясо потому что помидор дает вот этот самый необходимый нам сок так сейчас показываю внимание внимание посмотрите вот получается вот такое блюдо как вам нравится 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 хорошо что мы теперь делаем теперь нам необходимо помидорчики помазать майонезиком либо сметанкой кто что любит хорошо теперь в кладовке да 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 теперь в кладовке это факт это факт вот выглядит замечательно я вас уверяю еще и будет очень вкусно поэтому беру тендерайзер где он у меня и вот так видно нет как бы вам показать поближе давайте давайте вот так так видно вот смотрите беру соль с травками и вот так посыпаю кабачки вот много не нужно потому что будут пересоленые будет невкусно вот чуть-чуть прям посыпали а теперь берем тендерайзер и накалку все вот прям по разику достаточно супер также точно капусточку капусту прокалывать не нужно потому что она настолько тоже смотрите какие у нее соцветия там и так все прекрасно пройдет а теперь вот я оле подарила разбрызгиватель масло мне его так не хватает надо купить надо купить срочно пойду пойду куплю и обязательно вам покажу что здесь конечно хорошо бы сбрызнуть маслом то есть взять вот просто попшикать сверху но мы будем делать это кистью коль у меня нет это брызгалки берем масло и просто смазываем так же как я делала это с мясом здесь достаточно с одной стороны помазали оливковым маслом кто не любит оливковое либо нет если оливковое масло то что оливковое масло достаточно это дорого поэтому можно и подсолнечным маслом у нас раньше родители вообще не знали что такое оливковое масло и готовили только на подсолнечном масле причем подсолнечное масло собственного производства ничего в этом страшного не вижу и ничего в этом страшного и нет я для кого столько я жду в гости подругу свою на новоселье вот так что для нее для моего мужа и для моего сына и для себя конечно же тоже берем термостатную сметанку домашнюю и вот так вот сверху выкладываем если вы хотите чтобы ваши овощи стали тоже нежными а не хрустящими и жесткими им тоже должно достаться немного сметанки так берем также кисточку и просто смазываем все должно быть равномерно сюда можно добавить любые другие овощи тоже но я добавила то что я очень люблю сама потому что я сейчас ем очень мало и стараюсь готовить то что мне нравится а мужу моему нравится вообще любое любая моя кухня все что я приготовлю он всегда хвалит ну вы наверно это видели в сторис что он всегда хвалит и это кстати очень здорово потому что когда муж так благодарно воспринимает твою готовку то тебе хочется постоянно что-то еще приготовить он молодец в этом плане он мудрый человек потому что если бы он относился равнодушно я бы наверно столько не готовила и так не старалась бы а вот он старается мне постоянно подбодрить и похвалить и поэтому все вот так получается классно так на что пока оставим в духовку и подготовим сыр вот посмотрите вот так получается я выставляю температуру 180 градусов нагрев вверх вниз отправляем в духовку сейчас беру сыр так один ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой что я забыла а ладно в натрие сковородей то пожаре смотрите я хотела еще добавить кукурузу ну ладно в нагреве сковородей нельзя так что Что так, где не вижу, сыр. А, вот он, нашла. Вот он, сыр. Мужу обедки поставим. Ой, господи. Хорошо. Хорошо. Главное, чтобы ваши мужья были сыты. За моего мужа точно волноваться не стоит. Вот это 100%. Поэтому мне кажется, что это ненормально, что какие-то чужие женщины переживают за моего мужа. Это как-то странно. Это ваши мужья должны задуматься вообще. Почему вас, женщины, так интересует мой муж? Вот вашим мужьям нужно это вот прям призадуматься. Что с вами не так? Что в вашей семейной жизни не так? Что вы следите за жизнью постороннего вам мужчин? И переживайте за него, как за родного. Что с вами не так? Так, все должно быть идеально чисто. Вы же меня знаете. Так. Кстати, вот сколько не покупаю терок и с контейнерами всякими и так далее. А все равно, вот ты на контейнер вроде бы все делаешь, все равно сыр летит в сторону. У вас так же... Что-то там какое-то происходит действие. Я даже не понимаю, что происходит. Ну да ладно. Давайте не отвлекаться от готовки. Потому что готовить нужно с хорошим настроением. И вы это знаете. Что пища, приготовленная с плохого настроения, превращается в яд. Поэтому давайте не будем это делать, а будем готовить с хорошим, отличным настроением. Хорошо? Так. Натираем сыр. Так, сейчас я найду. Вот видите, вроде натирается внутрь, но снаружи все равно падает. Ну ладно, ничего страшного, соберем. Если бы пол был белый, у вас было бы еще красивее? Думаю, нет. Если бы пол был белый, была бы больничка. А у нас сейчас контраст. Стены, это как холст чистый, на который можно что-то нанести. Вот, поэтому мне очень нравится и пол, и вообще все, что здесь есть, мне все нравится. Я свои коррективы, конечно, внесу. В любом случае, эта квартира должна стать частью меня, моего мировоззрения. Поэтому я, конечно же, нанесу свои мазки на этот холст. Поэтому следите в сторис. Я стараюсь делиться с вами. Может быть, не так быстро, хотя я вообще очень шустрая по природе. Вот, но потихоньку преображается квартира. Вот уже гостиная практически готова. Еще чуть-чуть. Вчера мы нарисовали с дизайнерами столик журнальный. Он будет состоять из двух частей. И консоль. Они будут из искусственного камня. И под конец родилась такая мысль очень интересная. Короче, ребята, сюрпризом мне предложили сделать еще что-то из искусственного камня. Что пока говорить не буду, пока не увижу. Потому что я пока не представляю, что такую вещь вообще можно сделать из искусственного камня. Вот когда они сделают, я вам обязательно покажу. Кухня супер. Спасибо. Девчат, если лицо неподвижное, это значит, что я владею своими эмоциями. Это говорит о том, что я воспитанная леди, в отличие от тех, кто проходится по внешности. Понимаете? Тот, кто проходится по внешности, они как бы не очень умны. Потому что нас Господь Бог создал всех разными. У кого-то кривые зубы, у кого-то уши оттопырены, у кого-то уши разные, у кого-то глаза разные, брови разные. Поэтому кто-то лысым стал в 30 лет, а кто-то и в 50 неплохо выглядит. Поэтому, когда вы по внешности проходитесь, ну, вы просто себе ставите минус ваш интеллект. Понимаете? Просто. Все просто. Шкафы в гостиную купила в Икею. Причем я съездила в Икею. И сначала, наверное, часа три я просто ходила и смотрела. Я смотрела. Я ничего не покупала из мебели. Купила по мелочи. Вот ведра выдвижные купила. Коврики купила. Мне понравились очень предверные коврики. Ну, там что-то еще по мелочам. А, вот эту тарелку, которую вы видите. Вот видите? Вот она. Вот эту тарелку купила. Васочку купила под цвет интерьера. Ну, и все, в принципе. А, еще сейчас покажу, что я купила. Мне очень понравилось хранить крупы вот в таких бутылках из Икеи. Смотрите, как удобно. Она высокая, достаточно, то есть под размер шкафа подходит. Из нее удобно высыпать. У нее крышечка удобно снимается. Это пробка натуральная. Это стекло натуральное. Это не пластик. И очень удобно хранить. Получается, много таких бутылочек стоит, когда они занимают меньше места, чем если бы это были большие банки. Поэтому я вот сейчас буду все пересыпать в такие бутылки. Очень удобно для хранения. Так что, если кто-то приходит на мои эфиры за идеями, вот такая идея я вам подсказываю. Очень классно и удобно. Вот, поэтому смотрите. Даже манку, если взять, или рис, вы засыпаете, когда в молоко кипящее. Но удобнее засыпать с горлышка не очень узкого и не широкого. А именно с такого. Поэтому смотрите. Держать в руке тоже удобно. С новосельем. Спасибо большое. Сейчас я дотру сыр. Мясо пока будет готовиться. Потом сверху сыром посыпем. И у нас будет просто вау! Вкусняшка. И моя подруга, когда приедет, я ее буду угощать этим всем. Объем бутылки, сейчас скажу. Тут, наверное, написано. Нет, не написано. Ну, вот по мне так, это где-то литр, скорее всего. Ну, вот пакет вермишели вот этой полностью сюда вошел. То есть я не отсыпала. Это полностью пакет вермишели килограммовый. Значит, литр, наверное. Спасибо за идею. Еще вот очень удобно в Икеа, конечно, вот эти выездные ведра. Ну, безумно удобно. Я у Оли подсмотрела. У Оли тоже масса идей. Она вообще влюблена в Икею. Она очень много оттуда берет чего. А я у нее тоже подсматриваю. Вот, я ей подсказала тоже по поводу бутылок. Ей понравилась эта идея. Вот, а я у нее подсматриваю там, допустим, с ведром. Очень удобно. Очень прям классно. Ну что, получилось у нас достаточно много сыра. Сыра мало положить будет не так вкусно, поэтому положим побольше. Посмотрите, вот так вот я его натерла. И он будет ждать своего часа. Сейчас крышечкой закрыла, постоит. Давайте пока приберемся. Для этого есть посудомоечная машина, куда мы сейчас все загрузим. Посудомоечная машина великолепная просто. Мне очень нравится. Все-таки Бош, это вот просто прекрасная посудомойка. Потому что у меня была, как она называлась-то? Ой, я не представляю, я уже забыла, какая у меня была техника. Вот так вот. Когда заходит хорошо квартира, как быстро ты забываешь то, что у тебя было. Представляете? А, я еще хотела, знаете, что сделаю? Я еще хотела пожарить сырочек. Покормить мужа и пожарить сырочек. Вот что я хотела. Но это я сделаю уже в сториз. Сейчас прямой эфир закончу в ближайшее время. И в сториз вам уже покажу все остальное. Так что вот такие дела. Очень классная столешница. Мне прям нравится. Я, честно говоря, никогда у меня не было раньше из искусственного камня столешницы. Первый раз пользуюсь. Я вам скажу, мне нравится пока что очень сильно. Поэтому посмотрим, как дальше она будет все вести. Сейчас для меня это шикарно. Просто мне очень нравится. Как я сейчас буду жарить сыр, я вам покажу сейчас в сториз. Ой, какая вкусняшка там. Вкуснятинка просто. Просто вкуснятинка. Я не левша, вы просто смотрите же зеркальное отражение. Поэтому вам кажется, что я готовлю левой рукой, но я готовлю правой рукой. Не забывайте, что у нас есть еще кусочек мяса. А также я буду сейчас готовить халуми. Вот такой сыр для жарки специальный. Он так и называется халуми. Сыр для жарки сливочный. Очень классно с кофе. Просто великолепно, как на перекус. И также, кстати, у нас на марафоне этот сыр жареный можно. Потому что мы его жарим без масла. Просто жареный сыр и все. Все. Духовка, да, рядом с холодильником. Там же микроволновка. Могу показать. Мне не тяжело жить в квартире после частного дома. Я прекрасно себя здесь ощущаю и чувствую. Вот, смотрите, какая красотень тут у нас. Так. Ой-ой-ой. Жарко. Вот у нас микроволновка. Вот холодильник. И вот морозилка. Все очень удобно. Просто безумно удобно. Здесь я сегодня уготовлю мясо. Здесь сейчас буду жарить сыр. А это приготовила для рыбки. Так что сейчас будем все готовить. Ну что, все. Давайте тогда закругляться. Смотрите в сториз, как я буду готовить сыр, рыбку, мясо с бульоном. И как приготовится мясо по-французски. Хорошо? Все. Пока-пока. Посудомойка вот здесь тоже. Вот она, вот она, вот она, вот она. Всем пока. Выдачусь сегодня в прямой эфир, когда приедет ко мне подруга. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok